всем добрый вечер дорогие мои ну вот сегодня еще один рабочий день закончился но доложу вам как положено чем я сегодня занимался с утра с нашими соотечественниками друзья поехали налоговый номер вчера еще сделали течение буквально полчаса не выходя из офиса по интернету взяли налоговый номер ввели данные паспортные все все взяли налоговый номер все сегодня с утра поехали в одном из трех государственных банков без всяких этих открыли расчетный счет получили карточки кстати я тоже воспользовался моментом мне в этом банке не было счета и я тоже получил карточку и что самое главное все это происходило в кабинете директора банка управляющим управляющим банком все было очень хорошая атмосфера пока мы чай пили оформляли документы все делали единственное что требуется я хочу сказать для открытия счета во первых загранпаспорт во вторых какой-нибудь счет об оплате коммунальных услуг хорошо что у моих друзей по интернету было до собой не взяли они знали и по интернету вышли к своим друзьям они отправили им короче вот это счет на канапа о том что у них нет задолженности по коммунальным оплатам лишь бы там адрес что были фамилия имя общества чтобы все было и домашним адресом чтобы совпало внутренним паспортом еще требуется там внутренний паспорт кроме загранпаспорта общем все сделали мы пока чай пили вот нам все все сделали даже помогли карточку как ввести как ввести новый код все 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 даже я эти 2 оперативно и даже на телефон поставили приложение и мне и что хочу сказать все зависит от того с кем вы имеете дело если вы имеете дело с человеком грамотным порядочным человеком человек все сделает без всяких там личных расходов все все если вы имеете дело с любителем который хочет заработать рубить бабки до человек вот за сегодняшний вот так и операции за налоговый номер за все вот это да это было бы нечто я по себе просто знаю по себе просто знаю и сейчас вот наши люди тоже мучается от открывать счет там это скажу вам честно в один из филиалов этого банка я буквально где-то наверно обращался месяца полтора назад или два мне с меня потребовали чтобы я принес бумагу с нуфуса чтобы о том что где я прописан где это да и еще сказали что первичный взнос должен быть 500 лир ничего этого я не делал свой не просто дал свой достюре личности турецкого гражданина и все пришлось правда расписаться очень во многих местах заполнял документы все все и прямо все все оформили очень легко и просто я что хочу сказать все на все долл все должны делать специалисты нормальные люди которые знают где что как это все делать любитель не должен делать любитель который хочет просто заработать деньги частью хотя заработать деньги это неплохо времена такие но если можете заработать деньги ты должен уметь все это делать конкретно грамотно чтобы перед людьми не было стыдно я даже сегодня одному из моих друзей подписчиков которому я отец забронировал на 15 дней я даже сегодня именно для него сняли видео о том что этот человек забронировал сколько туда оплачено денег оплачивать за каждую чтобы было все чисто и ясно без всяких вот например говорим 300 на прокат на 500 а там оказывается 300 а если говорили 300 оказывается там 100 сверху нагружили нет ребята человек все должен делать чисто аккуратно и всегда должен говорить так дорогой мой вот я вот так сделали все мои услуги столько стоит это честно и порядочно а вот так крутить вверх и обманывать мутить эту воду это сейчас времена такие понимаете каждую услугу стоит денег иметь свою цену вот и сразу вот это слуга столько стоит но чтобы говорить так вот так вот так а на самом деле на кассу вот так не не пойдет ребята вот ну а сегодня вот такие дела я сделал и что еще хочу сказать мои вот соотечественник вчера посмотрели который квартире одна квартира действительно понравилось вот это который показывали а дедом как и детка ходит он жив живчик только 71 год и что самое главное не дадут раме совратами мои подписчиками сейчас сидят в отеле смотрят вам этот ролик вчера эта квартира стоила 975 тысяч 110 квадратов что я не помню мы пока думали сегодня пришли уже это квартира стоит миллион шестьдесят тысяч представляете течение течение суток суток это же на 100 тысяч мы развернулись конечно и укушки оттуда мы вот по за требованиям одну по критериям кого они какой они квартиру хотят по ценовой категории сегодня могли найти всего лишь две-три квартиры мурат паша понимаете две-три квартир мурат паша это в одном месте как-то кухня такая-то не такая маленькая в другом месте как-то район это третье место вообще забубленная цена а еще четвертом месте гирич гирич 50 квадратов новом доме мурат паша новенький дом миллион с лишним сказать я чуть не упал 50 квадрата мы туда зашли вот я просто обалдел от офисы миллион пятьдесят тысяч по моему было то 50 квадрат там там ходить-то негде там две маленькие комнатки там вот такая вот это тогда там развернуться негде вот первым этажом гиричи ну вот вариантов сейчас у нас осталось всего по моему один вариант остался нормально более-менее по той цене которыми это вот завтра будем это рассматривать посмотрим как что вот внесем задаток и патрон уже будет делать все остальное вот такие дела усталость конкретная еще сегодня приезжали трое наших соотечественников тоже по тем критериям которые они искали в тех районах где они хотели уже нет они поехали с по своим отелем подумать не год не могу за месяц год ага цены подскочили вот такие дела ну я вам утром сегодня снял такой я я вы знаете что я люблю всегда реалии вот с людьми разговаривать местными как что не как то вот так вот поверхностного то ляляка и все короче говорит что попало где это сказал и не знаю где он где звонил где где не знаю где он не надо реально где люди с этим сталкиваются где вот это я поэтому утром вам снял этот ролик сами местные тоже от этого шутки ну-ка они говорят все подорожало материал подорожали все подорожало и цены действительно растут вот каком уровне они устаканится от никто страдать не может сказать ему какой какой-то он даже может быть любом деле проделала вот честно слово я не знаю я я лично не знаю вот они тоже не знают если они не знают откуда мне это знать как мы не знаем еще черт его насколько она будет подниматься еще цены конечно забубьенные забубьенные цены на все сейчас цены на услуги на квартиры на страховки на все это ну вот сейчас вот я на рынке был утром мне позвонила моя и подписчица ему знакомы хорошо почти как друзья блогерша вот светлана замечательная вы скажите где находится город рынок вот этот шапака я пока я писал хорошо что ну описываю описываю потом сейчас вот после рабочего дня поехал туда как раз на рынок и отправили где локацию фото этого рынка чтобы они могли найти и вот что думаете вот я все на рынке был помидор и хороший помидор 25 лет так и средненький 15 лет в это время такого не было было два три лиры в моем районе чтобы они были 15-20 лет я нас такой представитель очень дорого огурчики от 10 до 15 лет а яблоки зависимость от сорта правда яблоки дешевые от 4 до 10 лир капуста 10 лир качан клубника килограмм от 25 до 30 лишь да такие вот цены на все всех вам благ ребята хорошего вечера не унывайте все хорошо пока